Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. На проекте состоялось голосование и уже который раз в подряд оно стало мужским. Участники думали, что из-за добровольного ухода Маши Чужаковой голосование отменят, но оно состоялось. И в результате проект покинул новенький Сергей Федоров. Его телезрители еще не видели на экранах, он приходил к Саше Гозиас всего неделю назад. Работает Сергей шеф-поваром, он собирался полететь на остров любви, чтобы кормить Гозиас вкусными блюдами. Но не судьба. Вика Романец и Андрей Черкасов уехали на гастроли в Дагестан. Интересно, к чему приведет это совместное мероприятие. Лизу Шароху выписали из больницы практически сразу после операции. Как вы помните, оно увеличило себе грудь. Она возвращается на проект, приедет вместе с мамой, с которой они встретились в Санкт-Петербурге. Шароха-старшая будет ухаживать за дочкой после операции и поможет ей разобраться в отношениях. Лиза благодарит свою маму. Спасибо тебе, родная, за помощь, терпение и безумную поддержку. Если бы не ты, я вряд ли бы справилась. А всем, кто оставляет негативные комментарии в ее блоге, Шароха написала. Лягушки-завистницы, не сдохните от желчи. Костя Иванов находится в своем родном городе. Он пишет, приехал в родной город Владивосток на неделю, решая все свои насущные проблемы, а их накопилось немало. Увидел родных, близких, до хруста обнял сына. И в Москву на поляну уже соскучился по малышке Саше. Костя опубликовал видео, как он сводил сына в магазин игрушек. Он поставил перед малышом нелегкий выбор. Сказал ему, все, что ты сможешь дотащить до кассы, будет твоим. Вот такой метод воспитания. Оля Рапунцель взяла очередной тайм-аут в отношениях с Димой Дмитренко. А ведь совсем недавно они помирились после крупной ссоры. Оля пишет, что Дима пьет кровь из нее и позорит ее перед телезрителями. Рапунцель решила, что им нужна пауза, так как у нее нервный срыв. В авагауте пишет странные вещи. Такое впечатление, что он опять сомневается, да ли девушка с ним рядом. Он пишет, это чувство или просто привычка. Это так плохо или напротив, отлично. И даже нам уже не понять, что у друг друга на личном. А теперь новости от Африкантовых. Разговор между Мариной и Таней Киосией состоялся. Девушки остались довольны друг другом. Новый возлюбленный Таня тоже проникся к обеим Африкантовым. И даже предложил Татьяне Владимировне услуги по омоложению, причем бесплатно. Поэтому Андрей Чуев улетел в Москву один, а его женщины остались в Дубае до 24 марта, где продолжит общаться с Таней и ее новой семьей. Марина пишет в микроблоге. Мама в восторге и реально стала выглядеть как девочка. Теперь будет две принцессы Африкантовых. Ведущая проекта Оля Бузова в честь 29 дня рождения своего супруга устроила потрясающий сюрприз. Она арендовала целый стадион и организовала огненное шоу. Сестра Бузова и Анна привезла именинника на футбольное поле, завязав ему глаза. И когда с глаз Тарасова сняли повязку, громко заиграла романтическая песня, и он увидел огромную горящую надпись «С днем рождения, любимый!». А вечером его ждал другой сюрприз. В одном из столичных заведений, где они отмечали день рождения, друзья семьи преподнесли ему забавный торт в виде туфельки на футбольном мяче. Такой тонкий намек, что он подкаблучник. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта «Дом-2». Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. На проект пришли две новенькие участницы. Одну зовут Татьяна, ей 21 год, она из Симферополя. Пришла к Николасу, у нее есть маленький сын, ему 2,5 года. Вторая девушка Тата, ей 23 года, она из Москвы. Пришла к Федору Стрелкову, но сразу же поняла, что это не ее мужчина. Сначала парни проголосовали за Татьяну, и то только потому, что они являются друзьями Николаса. Вторую девушку хотели отправить домой, но потом ведущие передумали и решили оставить и Тату. Вика Романец и Андрей Черкасов зажигают в Дербенте. Они утверждают, что это их последнее совместное мероприятие, и после этого их дороги разойдутся. Правда, фанаты пары все еще надеются, что Вика и Андрей снова сойдутся. Костю Иванова избили в родном городе Волгограде. Он пишет, мы отлично прогулялись, из фото видно, что я завел новых друзей. Прекрасные, отличные люди. Но я снова бодр и хочется жить. Шрамы украшают мужчин. И я готов к новым приключениям. В интернете обсуждаются неприятные факты про Алену Юдину. Оказалось, Юдина бросила двоих детей. Старшему ребенку 7 лет, а младшему только исполнилось 2 года. И анонимный источник уверяет, что Юдина одного ребенка бросила на родителей, а второй остался со своим отцом. В прошлом Алены, которую на самом деле зовут Лена, очень много грехов. Например, она подставила бывшего мужа. В сети появилось объявление от Тимура Гарафуддинова с призывом приходить к нему на персональный кастинг. Так что Тимур ищет новую любовь, хотя он живет с Кристиной Лесковец в одном бунгало. Вполне возможно, что Кристина даже не знает об этом, ведь она ежедневно выкладывает новости о своем пребывании на острове любви. Но она ничего не писала о расставании с Тимуром. Саша Харитонова поругалась с Глебом Жемчуговым. Как только в паре Жемчуговых начались проблемы, Саша стала лезть со своими советами и поучениями. И между Глебом и Сашей начался жестокий конфликт. А так как мужчины у нее сейчас нету на проекте, то ей пришлось позвать папу на помощь. Игорь Алексеевич примчался в периметр и поговорил по-мужски с обидчиком своей дочери. Стала известна истинная причина ухода Маши Чужаковой из проекта. Ее пригласили на очень выгодные съемки. И совмещать работу с проектом она не сможет. Никакого парня за периметром у нее нет. Просто так нужно было сказать для эфира. Маша обещает вернуться на проект уже через месяц. И интересно, какой сценарий для ее возвращения придумают организаторы. Семен Фролов тоже порадует нас своим приходом на проект. Эту информацию подтвердил Алексей Михайловский, главный продюсер реалити-шоу. Семен скоро улетает с Викой Романец на Сейшелы, где будет снимать клип. А затем он останется на проекте в качестве участника. На Семена сейчас очень большой спрос, он нравится многим девушкам проекта. Лиза Шароха выражала ему свою симпатию. Вика Романец тоже намекала, что у них могут получиться отношения. А недавно выяснилось, что и Катя Гужвинская, несмотря на то, что она в паре с Вовой Гауте, ведет тайную переписку с Семеном. Она не раз без камер признавалась девочкам, что Фролов ей очень нравится. Правда, у Семена есть подруга, с которой он живет и выступает. Но, видимо, ради пиара своего мужчины на Доме-2 девушка подождет. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. На проекте стартует новая рубрика «Дом-2 новости». Пять дней в неделю перед ночным выпуском ведущие будут рассказывать о жизни участников проекта, а также о тех, кто уже покинул проект. Ведущих новостей будет несколько. Это девушки с модельной внешностью и хорошей дикцией. Ну а креативным редактором проекта назначена Надя Ермакова. На проект пришла новая участница. Девушку зовут Лисан. Ей 19 лет, город Уфа. У нее есть маленький ребенок. Из-за проекта она бросила малыша, он остался с бабушкой и дедушкой. Вика Романец, а также бывшие участники проекта Саша Скородумова, Либерж Кпадону и Джозеф развлеклись в ночном клубе. Романец была очень рада увидеть Скородумову. Она написала про нее «Моя самая любимая». И бывает же так, встречай с человеком, и он твой навсегда. На фотографиях присутствует и Аня Кручинина. Она там работает. Аня написала в своем блоге «Кого только на работе не встретишь, домовские везде». Когда Вика вернулась в периметр, она отправилась проведать Монику. Затем уснула у Андрея и проснулась у него же. Оба говорят, что ничего не было. Вика пишет «Вчера было так весело, что аж стыдно. Прошу извинения тем, кого побеспокоила ночью, это была не я. В следующий раз телефон оставляют дома». Пара Жени Кузина и Саши Артемовой, как вы знаете, постоянно ссорятся. Их близкая подруга Ольга уверяет, что за периметром они ведут себя совершенно иначе. И почти никогда не ругаются. Напротив, они все время целуются и обнимаются. У них искренние отношения. И в качестве доказательства Оля даже выложила личное фото Артемова и Кузина, которые уснули в объятиях друг друга. Но никто ей не поверил. Зрители решили, что это постановка. Костя Иванов, который уверял всех, что он поехал в родной город, чтобы повидать сына, и рассказывал, как он по нему соскучился, продолжает публиковать фотографии, где он тусуется с друзьями. И складывается впечатление, что он только этим и занимается. Каждый день у него новые поездки с друзьями. Последний раз это картинг и шашлык. А также по интернету гуляют фотографии бывшей супруги Кости. Здесь она до и после пластических операций. Ну и, конечно же, она получила очень много нелестных комментариев от зрителей. Оля Рапунцель рассказывает о своих таких непостоянных отношениях с Димой. А мы такие загораем. С Димой помирились. Я хочу замуж. Дима пока не готов. Марина Африкантова с мамой встретились с Таней Киоси и поехали к российскому посольству в Дубае. И там, на месте скорби по разбившемуся 19 марта самолету, они положили цветы, зажгли свечи и зачем-то сфотографировались. Катя Богданова продолжает обхаживать Колю Должанского. Она пишет, я пощусь, поэтому у нас вечер без деликатесов, как это обычно бывает, и без алкоголя. Коля со мной меняется к лучшему. Коля сказал, что если я буду на проекте, он напишет мне песню, я ее исполню, соблазняет. А я не ведусь, просто его люблю. В интернете появилась информация про молодого человека Кристины Дерябиной. Оказывается, у него имеется жена и двое детей. Об этом подозревали, но не все верили. Выяснилось, что Кристина не просто закрутила с ним роман, но и увела его из семьи. Также он не спешит помогать своим детям деньгами, уклоняется от выплаты алиментов. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах Дома-2 прошел первый этап школы актерского мастерства. Этот день был важным для участников. Они впервые показали то, чему их научили талантливые наставники. Всю неделю ребята трудились и первым заданием для них было показать танец. Многие фанаты проекта были в восторге от того, что происходило в городских квартирах, потому что зрители устали от драк, от пошлости, унижения и грязи в эфирах. Увидеть танцевальный номер участников мы сможем через 6 дней в эфире. Ну и напомним вам, что первые итоги будут подведены уже в июне, а самый талантливый ученик школы актерского мастерства сможет сняться в новом сериале канала ТНТ. Участники проекта собирают заговор против Оли Рапунцель. Ее хотят выгнать на женском голосовании. Рапунцель уже достала всех своими наигранными истериками и постоянным враньем. Она по несколько раз в день меняет свои решения. То она плачет, что любит Диму Дмитренко, через несколько часов плачет, потому что бросает его. Затем страдает, что Дмитренко не предпринимает никаких действий, чтобы ее вернуть. А затем вообще звонит Илье Ябарову и всячески флиртует с ним, зовет его на остров. Также под удар на женском голосовании может попасть и Руслана Мишина. Руслане надоело, что ее парень, Алекс Гулиев, постоянно заставляет ее готовить, убирать и стирать, а сам в это время отдыхает. Она психанула и решила позлить Алекса с помощью грека Николаса. Когда Алекс застукал Руслану в бассейне с Николасом, то он бросил ее. Сейчас Руслана пытается донести до Алекса, что флирт с Николасом это просто розыгрыш, но он ей не верит. Руслана пишет, мне так не хватает Алекса и его внимания. Мне он и правда нравится и очень нужен, но при условии, что он не будет давить на меня. Я очень скучаю. Саша Гозиас, которая, как вы помните, потеряла отца, шокировала своих подписчиков. Она в такой тяжелый день, в день похорон отца, додумалась сделать селфи и не вылазила из социальных сетей. Ее поведение не нашло понимания у окружающих и вызвало бурную реакцию. Многие признались, что не хотели бы иметь такую дочку, как Саша. Лиза Шароха наконец-то сделала операцию по увеличению груди. Она выкладывает свои фотографии из больницы и отрабатывает стоимость операции, хвалит докторов и клинику. Кроме этого, Лиза решила не терять время недаром и назначила около больницы встречу с фанатами. Но потом она отложила эту встречу, потому что плохо себя чувствует. Но поклонники дома 2 не уверены в том, что это настоящая причина того, что встреча была отложена. Скорее всего, просто не нашлось людей, которые захотели бы к ней приехать, потому что у Лизы очень мало настоящих поклонников. Олег Бурханов сообщил приятные новости. Они с Настей Кивушкиной помирились. Выяснилось, что у Бурханова был взломан аккаунт и то самое злополучное фото, где он обнаженный, который теперь гуляет по сети, было просто украдено. Олег пишет, мы с Настей разобрались, что это нехорошие люди взломали мой аккаунт и стащили фотки из нашей переписки старой. Мы встретились, душевно поговорили и решили, что воевать больше не будем. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!